Спасибо Ирина, я тоже рад очень нашему знакомству, но правда было очень чудесно для меня и этому присутствию сегодня с вами. Очень рад всех видеть таким чудесным утром и сегодня я буду знакомить вас китайской чайной церемонии. Надеюсь меня очень хорошо слышно, потому что я буду стараться говорить громче. Китайская чайная церемония имеет очень древнюю историю, но в таком виде, в котором она существует сейчас, расформировалась примерно в средние века с приходом буддийских монахов во дворцы и вот тогда эта чайная культура стала подниматься. То есть, если до этого чай пился во время медитации для того, чтобы, например, тонизировать организм и не засыпать, конечно же для здоровья тоже, это его вообще первая смысловая основа, чай для здоровья, то в современной форме традиционной он уже сформировался при дворцах. Выглядит это примерно следующим образом. Здесь у меня есть чайная доска и, конечно же, необходимые атрибуты, такие как чайник, промежуточная чаша и чашка. И также у нас присутствует одно из чайных божеств, всего их четыре. Это Уюй, собственно, тот монах, который создал первый трактат по чаю. Сегодня у меня будет чай темный улун. Он так называется, потому что имеет форму черного дракона. Улун переводится черный дракон. Я, может быть, постараюсь показать форму веточки. Это традиционный китайский чай. И знакомство с чаем у нас начинается с знакомства с сухим чайным листом. У меня это выглядит следующим образом. Если у вас сейчас есть чай, вы можете посмотреть, как выглядит чай у вас. Мы знакомимся с ним внешне, знакомимся с его ароматом. И дальше мы готовим посуду. Чтобы приготовить посуду, нам нужно ее согреть и омыть. Функцию чайника у меня выполняет чашка с крышкой. Это тоже традиционный китайский формат. Сейчас это будет более удобно для одной руки, поэтому я буду использовать ее. Я постепенно прогреваю посуду для того, чтобы чай смог в ней раскрыться. Чайная церемония у меня сейчас проходит одной рукой. В общем-то, ничего страшного в этом нет. И чайный мастер сможет сделать чай в любой, наверное, обстановке. Даже если не будет всего вот этого, все равно можно будет найти что-нибудь, где можно сделать очень вкусный и хороший чай. Например, самый вкусный чай в моей жизни я пил в самых неподходящих условиях горной тайги, где не было никакой посуды. Но этот чай смог вернуть меня и мою группу к жизни. И поэтому это был, наверное, самый чудесный чай, который доводилось не пить. И, имея опыт, получится сделать его где угодно, из чего угодно. Промежуточная чаша у нас используется для того, чтобы отделить чайный лист от воды, чтобы наш чай не перезаваривался. Этот метод называется метод проливов. Мы очень быстро сливаем. И первый пролив я использую как омывочный для того, чтобы помыть чайный лист. Чайная церемония предполагает непрерывность формы. То действие, которое не заканчивается никогда. И можно проследить, что благодаря чаю, благодаря этому действию, можно оказаться в настоящем моменте и почувствовать жизнь, которая происходит как внутри, так и снаружи. Наша тема называется «Сердце чая», «Душа и сердце чая» и «Возможность быть в настоящем», пребывать в чуткости к чаю и к себе. Возможно, это и есть сердце. Возможность прикоснуться к непрерывности, которая есть во всем этом действии, потому что если я уйду, отвлекусь и уйду в прошлое или в будущее, то чай я потеряю. И у меня не получится то, что я хотел сделать. Поэтому я выможен быть здесь и сейчас. Вместе с чаем и с вами. Каждый чай действует, во-первых, индивидуально, но во-вторых, очень сильно. Древние долосы пили его для здоровья, и он был частью их системы, как эликсира долголетия или эликсира бессмертия, часть вот этой внутренней алхимии. И сейчас мы можем прикасаться к этой традиции. Она, конечно же, очень большая и вряд ли хватит одной жизни на ее освоение. Но, тем не менее, это дарит много чудесных моментов и способность проживать очень тонко каждый момент, который есть не только в чайной церемонии, но и в жизни, вокруг какого-нибудь любого действия. Такое сердце чая. У каждого человека есть свои предпочтения по чаю, и они меняются. Так же, как меняется и сама традиция чая. Это живая, до сих пор живая, несмотря на то, что имеет не одну тысячу лет истории. Чайный мир умудрился не законсервироваться и продолжать развиваться. Но вместе с чаем чувствуется, можно почувствовать, как происходит собственное развитие. Если сперва нравились одни чаи, то мы можем приходить к другим чаям и от одного способа заваривания приходить к другому. Их огромное множество. Они тоже постоянно меняются и живут, развиваются. Собственно, можно сказать, что в каждой китайской деревне есть свой способ заваривания чая. И я смело предположу, что у каждого чайного мастера есть свой способ заваривания чая. Это очень огромный мир, обширный, который интересно исследовать, изучать. Я чувствую, что у меня на это уйдет не одна жизнь. И, возможно, это не первая жизнь, которая посвящена чаю. Живому общению с листом и с традицией. В непрерывности чаяного действия очень хорошо удается почувствовать себя. Во-первых, чай тонизирует организм, дарит здоровье. И позволяет настроиться, прийти к какому-то центру или сердцевине, в то место, где соединяется внешнее и внутреннее пространство. Это состояние принято называть чайным состоянием. Кому-то оно может даться быстрее или дольше. Это состояние можно назвать прямым общением с окружающим пространством и собой. Как будто бы та самая редкая возможность, которая появляется нечасто. Чай просто помогает сделать это та чуткость, которую я учусь проявлять к чайному листу. И изучая чайный лист и сам чай, я понимаю, что я учусь прислушиваться к себе. И чайные люди отмечают такой эффект за собой, который очень похож на сглаживание острых краев. На тот эффект, когда камни, омываемые волнами или водой, становятся гладкими. Также и сердце, омываемое чаем, как будто бы сглаживается, становится чучее. В чайной традиции непрерывного движения Очень интересно изучать, откуда рождается движение внутри, собственное движение тела, положение тела в пространстве. Потому что сидеть и проводить чайную церемонию, допустим, если придется делать это минут сорок или больше, полтора часа или три часа, может оказаться, что затекают определенные части тела, которые выключены из общего движения, и это происходит в жизни незаметно. И в чайной церемонии это становится очень заметно. И здесь мы можем изучать себя, видеть, какие стереотипы, позы, которые накапливают напряжение внутри. И приходится учиться свободе, свободе положения тела, свободе движения. Той, как будто бы воздушностью, с которой делается каждое движение. И это очень похоже на то, как сердце становится свободнее и душа становится свободнее. И на то, как полно для себя можно открывать, как чай, так и окружающий мир, людей вокруг, которые присутствуют. Очень хорошо удается найти источник своего движения, из которого все рождается. Каждое движение, каждое движение руки или позов, в котором мы сидим. Во время чайной церемонии это традиционно делать считается необходимым, хотя редко встречается у нас в России, именно такой взгляд. Но это, можно сказать, самая основа проведения чайной церемонии движения и положения тела в пространстве. Это та самая свобода и непрерывность бытия, которая ощущается внутри. И благодаря этому мы учимся делать это в жизни, ощущать каждое мгновение, живое и непрерывное. Когда я говорю о непрерывности момента и о непрерывности бытия в этом моменте, мне вспоминаются слова классика, наверное, всем известного Булгакова, мастера Маргарита, в котором были сказаны такие слова. Каждому поверя его. Кто-то верит в небытие и получает его, а мы выпьем из этой чаши за бытие, за то, что мы есть и за то, что мы можем непрерывно быть в настоящее. Спасибо вам за внимание, мне было очень приятно с вами сегодня. Надеюсь, вам тоже было интересно. Я еще раз могу показать, как это выглядит со стороны. И если есть вопросы, у нас есть около 10 минут на общение. Я с удовольствием на них отвечу. И приятного чаепития. И это тоже, Алена. И если есть чаши, я. И если есть чаши? Дорогие участники, можно писать вопросы, да, Павлу, ну, поделиться, да, комментарии, вот. Ну, от меня вопрос, я люблю Пуэр, и про Пуэр слышала очень разные отзывы, там, да, полезные, там, вредные, там, то говорят, надо с утра его пить на голодный желудок, и все болезни исчезнут, тот говорит, наоборот, вредно, может быть, немножечко про Пуэр. О, про Пуэр, собственно, это очень большая история. Надеюсь, меня хорошо слышно. Про Пуэр очень большая история, и это очень древняя традиция. Правда, считается, что это практически единственный чай, который можно пить натощак, он не будет вредить в желудку. И также его можно пить и на ночь, перед сном, хотя для начинающих это может быть такой все-таки трудный вариант, потом будет трудно уснуть. Для тех, кто пьет чай регулярно и часто, чай пьют и после пробуждения Пуэр, и вот перед сном. Он, правда, очень хорошо действует, тонизирует организм. У меня у самого на основе Пуэра есть ряд рецептов, которые помогают, как не самому, так и моим близким. Он помогает, надо сказать, очень быстро и очень эффективно. Пуэр, его можно найти в темном варианте и в светлом варианте. Вот как раз традиция в светлом варианте, зеленый Пуэр, это очень древняя традиция, она очень хорошо тонизирует кровеносную систему, сосудистую. Вот, и помогает при пищеварении. На завтрак советуют пить все-таки темный Пуэр, он все-таки действует помягче и тонизирует очень хорошо голову. Его можно пить вместо кофе, например, он действует мягко по сравнению с кофе. Также на основе темного Пуэра можно делать как раз лечебные составы, как я услышал. Он, правда, действует очень хорошо. При грамотном применении и грамотном смешивании с какими-нибудь травами, он дает очень сильный результат. Например, противопростудный, очень быстрый результат. Или нужно, когда нужно привести себя в порядок после болезни. Сейчас это, наверное, актуально. То есть он позволяет мобилизировать силы организма, тонизировать и направить их в нужное русло, на выздоровление. У меня с темным Пуэром есть хороший рецепт. Это лучший энергетик, который я когда-либо пил. Он у меня возник спонтанно. Это смешать темный Пуэр с золотым корнем. Он встречается редко, золотой корень. Но это очень мощное средство, очень мощный энергетик и очень мягкий вместе с тем. Сильнее этого я еще ничего не чувствовал. Или же можно добавлять, варить Пуэр на апельсиновом соке и добавлять туда красный перец, например. И это будет очень сильное антипростудное средство. Очень хорошо тонизирующий организм, ускоряющий выздоровление. Есть, конечно же, миф, что Пуэр закапывает в земле. Он родился, видимо, из-за того, что он имеет землянистый запах. То есть это, оказывается, миф, да? Это, конечно же, миф, да. Все-таки с чаем. Китайцы работают очень аккуратно. Стараются сохранить его, что называется, живым. Чтобы он отдавал себя наиболее полный чайный лист. Земля – это достаточно грубый метод. И землянистый запах ведет не оттуда. Он просто присутствует из-за технологии производства этого чайного листа. Но это очень четко контролируется у них. Там очень строго. И любое отклонение ведет к браку. Поэтому с землей тут. А земля все-таки, там контроля будет очень мало. Сырости и остальное. Грибки. Такое. То есть нельзя на такой... Пусть земля будет тебе пухом, да? Земля пухом. Да. Земля хорошо подходит, чтобы на ней сидеть и пить чай, например. Ты так вкусно рассказывал, да? Я заварила, пока ты рассказывал. На земле растет чай. И, собственно, в чае идет соединение стихий с землей в том числе. Например, в керамике или в глине. Это все проявления земли в чайном пространстве. Вот у меня пример глины. Земля имеет в чайном действии очень важное место. Как и все стихии остальные. Но в производстве, вот, это, конечно же, миф. Окей. Так. Есть ли еще вопросы аудитории? Пишите в комментариях. Иначе я буду задавать вопросы, потому что у меня вопросы есть. Например, вопросы, вот, можно ли шоколад с чаем? Для тех, кто любит шоколад. Кстати, вот у нас литовцы, да, это спасибо большое. Это вот шоколадцы, которые вы из Литвы дарили. Вкусное. Шоколад с чаем можно, если это день рождения, конечно же. Вообще, вопрос, что с чаем можно, а что нельзя, он встречается очень часто. В классической чайной церемонии принято, что естся заранее, принято приходить сытым и желательно очень сытым приходить на чайную церемонию. Но, в принципе, я сам считаю, что, имея должный опыт и желание, мы можем делать все, что угодно. Если мы получаем от этого удовольствие, и если шоколад дополняет этот чай, именно этот, то это как раз то, что нужно, возможно, в этот момент. Ведь, как я говорил о сердце и душе чая, что это очень хорошее соединение с моментом и со своими внутренними желаниями, понимание, чего нужно здесь и сейчас. Поэтому, если это соединение с собой, то, конечно, это может подарить очень богатый опыт внутренний. Да, внутренний богатый опыт и шоколада. Да, конечно. Я вижу, что это заряжает и радует. Можно вопрос? Здравствуйте. Да. У меня есть такой вопрос, а есть ли что-то, вот, например, чай с молоком, ну, я его очень любила, а потом выяснилось, что его нельзя. И вот что вы думаете по этому поводу, и есть ли какие-то продукты или, может быть, растения, которые категорически нельзя пить сейчас? Категорически. Про чай с молоком я слышу, что его нельзя пить впервые. Исследования таких неизвестно. Есть мнение, что вообще молоко для взрослого человека может быть вредным, и оно не усваивается. На самом деле это не совсем так и зависит от региона, конечно же, потому что определенные народы смогли выработать у себя способность перерабатывать лактозу и во взрослом виде. Чай с молоком – это традиционный напиток, и, как и любая традиция, наверное, он возник как способ восполнения сил и способ поддержания тонуса. У меня на родине – это очень распространенный способ пить чай, чай с молоком. Еще туда добавляют соль, бывает, или сахар, или масло добавляют. Это имеет смысл… Сейчас все будут гадать, где твоя родина, Паш. Извини, сейчас все будут гадать, где твоя родина. Да, я сам из Абакана, ну, в общем-то, это Сибирь, чай с молоком принято пить на очень обширной территории. И польза, допустим, в зимний период, я ее ощущаю, она может очень хорошо греть такой напиток, согревающий эффект оказывать. А летом вместе с солью это позволяет отработать на жаре или делать какие-то вот такие действия. То есть, ну, это традиция, которая имеет место быть. Есть много любителей чая с молоком. Ничего вредного не вижу в этом. Кроме как вот есть мнение, что молоко отдельно взрослым пить не рекомендуется. Опять же, как я сказал, это не всегда так. И какие продукты нельзя с чаем употреблять? Чай позволяет сам по себе... Чай помогает процессу пищеварения очень хорошо. То есть, как таковых продуктов я так не найду, которые прям не рекомендуются с чаем. И даже наоборот, есть какие-то продукты, после которых чай рекомендуют пить. Допустим, это может быть жирная еда. И чтобы помочь организму с ней справиться, рекомендуют, допустим, зеленый чай пить. Вот, а запретов я не вспомню. Есть запрет чая. Чай не рекомендуется очень маленьким детям и беременным женщинам. Вот, по чаю, вот это, наверное, самый, это единственный, наверное, запрет, с которым стоит аккуратно быть. То есть, по продуктам чай можно со всем. Большое спасибо. Я ответил на вопрос. Павел, спасибо тебе большое, ты большое. И за твои знания, за твой рассказ, за твою демонстрацию. И за твою энергию, которую ты нам принес. Павел очень глубокий, очень духовный человек. Вот, я ценю очень наше общение. Вот, и надеюсь, что мы уже побыстрее сможем встретиться и очно попить чай. А пока спасибо. Поднимаю чашку горячего чая. И выпьем забыть ее. И с днем рождения. Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.